Финансовый кризис с конца 2007 по 2009 год получил название «Великая рецессия». Кризису привела выдача кредитов огромному числу людей, которые не могли за него расплатиться, а также очень слабое регулирование государственными органами рынка ипотечных облигаций. Как это обычно бывает, уже после произошедшего кризиса, так называемые специалисты начали рисовать на графиках какие-то линии поддержки, сопротивления, всякие волны Эллиота и пытались объяснить задним числом, почему именно произошел кризис. А вот людей, которые смогли заранее распознать признаки надвигающегося обвала, было очень мало. Еще меньше было тех, кому хватило духа сделать ставку против ценных бумаг, которые считались столпами рынка, против надежных ипотечных облигаций, которые на тот момент ни разу в истории сильно не падали. Таких людей, сделавших ставку против всего мира, было мало, потому что очень сложно противостоять общепринятому мнению, не дать СМИ обмануть себя и суметь вовремя снять с себя розовые очки, пойти против рынка, в то время как все вокруг кричат, какое беззаботное будущее нас ожидает. Проще говоря, все как в старой русской поговорке. Звездеть, не мешки ворочать. Фильм «Игра на понижение» как раз о тех людях, что ворочали мешки, а не о тех, что задним числом потом объясняли упавшие графики. Все действующие лица в фильме ставили именно на обвал облигаций, а не на обвал фондового рынка. В этом ролике я вам простыми словами объясню, почему в то время происходила такая неразбериха именно на рынке облигаций, с которых и начался обвал. Американский фондовый рынок к середине нулевых уже давно отличался своей прозрачностью и жестким контролем. Его трейдеры, конечно, не делились с клиентами негативными отзывами о публичных компаниях, но и открыто не уводили их в заблуждение. Комиссия по ценным бумагам СЕК уже давно пресекала все откровенные виды мошенничества и очень жестко контролировала отчеты всех публичных компаний. Так что такого откровенного мошенничества, каким занимался, например, Белфорд своей бойлерной, уже давно к середине нулевых не было. А вот рынок облигаций все еще не имел серьезного регулирования. Трейдеры могли говорить и делать что угодно, ни перед кем особо не отчитывались, пользовались инсайдерской информацией, не опасаясь, что их схватят за руку. В бухгалтерских книгах инвестиционных банков царила страшная путаница. Непрозрачность и сложность рынка облигаций давала огромные преимущества крупным фирмам с Уолл-стрит. Специалисты по облигациям вольны были изобретать все более сложные ценные бумаги, без оглядки на правительственный контроль. Именно таким специалистом был руководитель инвестиционного банка Salomon Brothers Льюис Раньери. Главным детищем Льюиса стали CDO, по-русски ИЦБ, ипотечные ценные бумаги или ипотечные облигации. Ипотечные облигации обеспечивались денежными потоками от кредитов на недвижимость. Продавая ипотечные облигации комплектом, подкрепленным средствами десятков тысяч заемщиков, банки получали огромную прибыль. А инвесторы считали вложение в ипотечные облигации, с одной стороны, более выгодным способом вложения средств, чем инвестиции в государственные бумаги. С другой стороны, инвесторы считали ипотечные облигации почти такими же надежными, как государственные облигации. Государственные облигации, если что, это вообще самое надежное, что есть на рынке ценных бумаг. И зачастую доходность по ним даже ниже, чем инфляция. От желающих купить ипотечные облигации не было отбоя. С этого момента Salomon Brothers стали ведущим облигационным оператором. Банк зарабатывал столько денег, что создавалось впечатление, будто он работает совсем в иной сфере, чем все остальные. Хотя суть ипотечных облигаций на самом деле проста как 5 копеек. Если утрировать, то схема такая. На одной чаше весов несколько граждан, которые хотят взять ипотеку в банке под условные 10% годовых. А на другой богатый инвестор, который готов инвестировать большую сумму в банк под 5%. Инвестиции банк выделяет гражданам как ипотеку. Впоследствии эти средства возвращаются в банк с процентами. Инвестор получает за свою инвестицию положенные ему 5%, а остальные 5% банк оставляет себе. Конечно, со временем банки начали вводить разные хитроумные схемы, за счет которых один привлеченный доллар в ипотечные облигации превращался в 2, в 3, в 10, а то и в 20 долларов в выданных ипотеках. Но сама суть была очень простой. Это были буквально деньги из воздуха, которые банк создавал, используя даже не свои, а чужие деньги инвесторов, привлекая их в ипотечные облигации. В фильме, чтобы убедить потенциальных инвесторов в надежности ипотечных облигаций, Раньери говорит. С пакетом из тысячи таких облигаций доход возрастает, а риск также невелик, потому что это ипотека, все же платят ипотеку. Так на самом деле и было. Рынок недвижимости в 80-х годах был максимально надежен, потому что кредиты, лежащие в основе ипотечных облигаций, строго соответствовали высоким стандартам платежеспособности заемщиков. К тому же на них распространялись правительственные гарантии. И в случае дефолта домовладельцев их долги выплачивались государством. Именно поэтому инвесторы в ипотечные облигации 80-х годов больше всего боялись не дефолта, а досрочного погашения кредитов. В 90-х происходит еще одно очень важное изменение на рынке ипотеки в Америке, которому в фильме уделили очень мало экранного времени. Но именно из-за него-то все и началось. Людей постепенно начали переманивать в плавающие процентные ставки. Если в 96-м году 65 ипотечных кредитов имели фиксированную процентную ставку, другими словами, заемщики точно знали, сколько должны выплачивать каждый месяц, то к 2005 году 75% ипотечных кредитов имели плавающую ставку. Простым языком это означает, что ипотечные кредиты с плавающей ставкой имели искусственно заниженную, так называемую завлекающую ставку, которая впоследствии возрастала. Все делалось для того, чтобы выдать кредиты как можно большему количеству людей. И когда впоследствии заемщикам повышали процентную ставку, люди обращались за рефинансированием этого кредита. Небольшая ремарка. В последнее время в России тоже стала очень популярна, завлекающая низкая, но в то же время плавающая процентная ставка. Так что перед тем, как подписывать в банке документы, лучше внимательно прочтите, какую ставку предлагают именно вам. Наш Центробанк вроде как в 2021 году вынес предложение о полном запрете плавающих кредитных ставок для физлиц. Но пока что на законодательном уровне они не запрещены. Так что просто будьте бдительны. Но мы вернемся к штатам нулевых годов, где кроме плавающих процентных ставок, также и стандарты кредитования буквально достигли дна. В это очень сложно поверить, но покупателю в то время даже предоставлялась возможность не платить, а плюсовать проценты, причитающиеся банку к основному долгу. Нетрудно догадаться, кому пришелся по душе подобный кредит. Тому, у кого нет дохода. Было очевидно, что у банков сорвало крышу, и они понижали собственные стандарты с целью увеличения количества выдаваемых кредитов. Около 20 лет прошло с момента запуска ипотечных облигаций в оборот. Крупные банки продолжали расти, как и гонорары их сотрудников. Казалось, что никакой скандал или провал не повлияет на устоявшуюся банковскую систему. Но тут на финансовой сцене появляется некая Мередит Уитни со своим шокирующим заявлением. В фильме эта девушка отсутствует, но именно ее прогноз повлек за собой обвал рынка ценных бумаг. Впоследствии один из ведущих поставщиков информации для участников финансовых рынков Bloomberg назвал Мередит Уитни оракулом Wall Street. 31 октября 2007 года об Уитни узнал весь мир. В этот день она предсказала, что если одна из крупных международных финансовых корпораций Citigroup, дела которой уже находились в весьма плачевном состоянии, радикально не урежет свои дивиденды, ее ожидает неминуемое банкротство. К концу того же дня, точно в соответствии с прогнозом Уитни, акции Citigroup упали на 8%, а фондовый рынок США потерял 390 миллиардов. Через 4 дня генеральный директор корпорации Citigroup покинул свой пост. Еще через 2 недели Citigroup сократили размер дивидендов. Мередит Уитни впоследствии выразила огромную благодарность человеку, который не только дал большой толчок ее карьере, но и помог сформировать правильное мировоззрение. Этого человека звали Стив Айсман в фильме «Марк Браум». Стив Айсман вырос в Нью-Йорке. Его мать Лиллиан некоторое время занимала должность председателя совета по еврейскому образованию. Ваш сын ищет противоречия в слове Божьем. Кстати, в отличие от фильма, мать сама обратила внимание на то, что ее сын начал изучать Талмуд, руководствуясь не интересом к религии, а желанием разобраться во внутренних противоречиях этого писания. Лиллиан и ее муж занимались финансовым консультированием индивидуальных инвесторов. В 91-м году они пристроили у себя сына. Тяга к поиску противоречий и подводных камней не оставила Стива и во взрослом возрасте, и он быстро заработал себе репутацию аналитика, чьи прогнозы поднимали суматоху на рынке. Здесь следует сделать небольшое отступление и уточнить, что среди игроков Wall Street, хоть и негласно, но все же поощряется оптимистичный настрой. Как, впрочем, и в любых других сферах любят оптимистов и не любят тех, кто постоянно ждет Армагеддона. Трейдеров, которые скупают акции, способствуя их дальнейшему росту, называют быками. Вот почему главной достопримечательностью Wall Street является атакующий бык. Бронзовая статуя изображает мощного, разъяренного, готового к атаке животного, что является воплощением идеи будущего процветания и агрессивного финансового оптимизма. Так вот, к чему я это рассказываю? Стиву Айсману сотни раз недвусмысленно давали понять, что на Wall Street нужно демонстрировать именно эти качества в своих прогнозах. Однако оптимизм был не в характере Стива Айсмана. Бывший коллега Стива отзывался о нем так, цитата, Иногда я уже из холла слышал, как он орал в телефонную трубку. Он с радостью разносил в пух и прах акции компании, с которыми работал, и всегда говорил то, что думает. Так что, несмотря на то, что в фильме может показаться, что характер Стива выглядит чересчур карикатурным, в реальности он был именно таким. Как пример, однажды президент крупной японской фирмы, занимавшейся торговлей недвижимостью, прислал Стиву финансовую отчетность. После этого японец прибыл в сопровождении переводчика на встречу со Стивом, чтобы получить благоприятный отзыв. После того, как Айсман заметил, что финансовая отчетность президента по-настоящему не раскрывает финансовые сведения его компании, с традиционными японскими любезностями было покончено. Стив помахал бумагами в воздухе, словно стряхивая с них дерьмо, и сказал, обращаясь к переводчику, «Это просто туалетная бумага, переведите». То, что было далее, один из очевидцев описывал так, «Японец побелел, у него дрожали губы, он медленно снял очки и еле-еле заикающийся произнес, «Туалетная бумага? Туалетная бумага?» Японский президент компании не привык, что с ним могут разговаривать в таком стиле». Со временем Айсман основал собственный хедж-фонд, а еще чуть позже компанию Стива полностью выкупил Морган Стэнли. За долю вознаграждения финансовый конгломерат предоставил Айсману кабинет, мебель, помощников, то есть все, что нужно для успешной деятельности. Все, кроме финансирования. Деньги Стив должен был добыть самостоятельно. Он облетел весь мир и встретился с сотней инвесторов, но средств Айсман так и не нашел. К тому же он вообще не был уверен, что вообще когда-нибудь найдет эти средства. Из-за всех этих неопределенностей Стив постоянно испытывал стресс. Также состояние Стива ухудшалось из-за потери близкого человека. Только в реальности он потерял сына, а не брата, как показано в фильме. Его первенца Макса во сне придавила ночная няня, и тот задохнулся. Близкие люди, знавшие Айсмана, говорили, что это несчастье негативно повлияло на его отношения с окружающим миром. Объездив в поисках потенциальных инвесторов всю Европу и США, Айсман наконец нашел страховую компанию, рискнувшую вложить в его фонд 50 миллионов долларов. Айсман и его новая команда знали ситуацию на жилищном рынке США как свои пять пальцев. Парням было известно о низкокачественных ипотечных кредитах и о тех, кто их выдавал. Команда Айсмана проделала титаническую аналитическую работу в направлении низкокачественных ипотечных кредитов. Они изучили, сколько из них имело плавающую процентную ставку, сколько заложенных домов было занято владельцами, ну и самое главное, сколько кредитов являются просроченными. Конечно, в реальности Айсман и его люди не посещали пригороды Майами, дабы своими глазами убедиться, что рынок ипотечных кредитов уже трещит по швам и его крах неминуем. В фильме это сделано для того, чтобы простым зрителям была более понятна обстановка на рынке. Я думаю, вы и так уже миллион раз слышали, чем опасно резкое увеличение числа непогашенных ипотечных кредитов. Так что я лишь кратко повторю еще раз, чтобы не терять нить повествования. Когда заемщик не способен исполнять свои долговые обязательства по ипотеке, дом становится собственностью банка. Большое количество пустующей недвижимости в фильме как раз таки означает, что уже началась фаза массовой невыплаты по кредитам. Эти дома опять выставляются банками на продажу, но покупателей уже нет, потому что теперь предложение значительно превышает спрос. Вследствие этого цены на недвижимость начинают резко падать вниз. И теперь даже у тех, кто продолжает исправно платить ипотеку, дома падают в цене. По итогу, даже платежеспособные граждане, которые исправно платили ипотеку, прекращают выполнять свои кредитные обязательства, хотя такая возможность у них имеется. Логика такая. Зачем им платить ипотеку 300 тысяч долларов, если их дом стоит уже 90 тысяч долларов? Банки, в свою очередь, становятся владельцами огромного количества недвижимости, которую продать уже не представляется возможным. Для того, чтобы удержаться на плаву и поддерживать имидж прибыльных организаций, им еще больше требуется капитал от выдачи новых низкокачественных кредитов. Именно поэтому самодовольным ипотечным брокерам из фильма платят намного больше за оформление низкокачественных кредитов с плавающей ставкой. А стриптизерша, которая владеет пятью домами и квартирой, не получает рефинансирования, потому что цена ее домов летит под откос. Подноготная экономика раскрылась во всей красе, и зрелище это было не из приятных. Кстати, изображенная в картине близорукость СМИ, которые вступили в сговор с банками и не заметили надвигающуюся катастрофу, не соответствует реальности. Это беспрецедентное мошенничество даже для... чертовы Уолл-стрит! Джейми... Давайте по-честному, я потратил годы на то, чтобы закрепиться на Уолл-стрит. Так, например, в фильме зачем-то упомянули журналиста из Уолл-стрит-джорнал, который не захотел порочить репутацию банков, опасаясь за свою карьеру. Однако в реальности, то как раз таки все было наоборот. Именно Уолл-стрит-джорнал писал о надувшемся пузыре еще в 2004 году. Возможно, журнал не уделял этому должного внимания и описывал ситуацию чересчур мягко. Но это потому, что, как я уже говорил ранее, все мы любим слушать оптимистов и никто не любит паникеров. Никакого тайного сговора не было. СМИ просто пишут то, что хотят читать люди. Для того, чтобы сыграть на понижение рынка, нужно открыть позицию, которая называется шорт. Кстати, именно так и называется фильм в оригинале. The Big Short. Открывая шорт, вы вначале выкупаете у брокера бумагу в долг. Тут же ее продаете, а затем должны ее откупить. Если откупите по более низкой цене, то вы совершили прибыльную сделку. Если по более высокой, то убыточную. Если вы ничего не поняли из того, что я только что сказал, то просто запомните, что шорт – это возможность заработать на падении. Но вот с ипотечными облигациями возможность сыграть на понижение отсутствовала. Таким образом, даже если вы были полностью уверены в крахе этого рынка, на своем прогнозе заработать вы не могли. В феврале 2006 года в конференц-зале хедж-фонда Стива Айсмана появился трейдер из Дойче Банка. В реальности его звали Грег Липман. В фильме его зовут Джаред Венетт и его играет Райан Гослин. Грег Липман предложил купить Стиву Айсману кредитные дефолтные свопы на низкокачественные ипотечные облигации у своего банка. Эти свопы были страховкой от неисполнения обязательств по ипотечному кредиту, которые лежат в основе ипотечной облигации. Грубо говоря, Липман предложил способ, как можно зашортить ипотечные облигации, как можно сыграть на их понижении. Причем, на удивление, свопы были достаточно дешевыми, учитывая тот огромный риск, который навис над рынком. Выплаты с этих свопов шли не только в момент полного обесценивания облигаций, но и в процессе снижения их кредитного рейтинга. Однако Айсман и его команда рисковали тем, что если цена на ипотечные облигации вопреки их прогнозу будет расти, по условиям сделки им постоянно придется покрывать разницу. Конечно, сцена, в которой Липман наглядно объясняет Айсману и его людям при помощи башни Дженги механизм пирамиды ипотечных облигаций, является исключительно демонстрацией для зрителя и не могла происходить в реальности. Главные герои фильма – профессионалы, которые и так знакомы с функционированием рынка ценных бумаг. Поэтому на встрече в реальности, конечно же, обсуждались технические детали, потому что людям, которые всю жизнь занимаются финансами, не надо было на примитивном уровне показывать на разрушенную Дженгу и говорить, что это американский рынок. Еще во время просмотра фильма не совсем понятно, почему Липман вызвал такое недоверие у команды Айсмана, хотя он принес им на блюдечке настоящую сделку века. В реальности, к тому моменту команда Айсмана и так прекрасно понимала, что крак ипотечных облигаций неминуем, но они никак не могли найти способ, как зашортить эти облигации. А так как Липман буквально предложил им поставить нападение облигаций, которые выпускаются его же собственной компанией, у команды Айсмана возник в реальности резонный вопрос. В чем же заключается выгода Липмана, если он помогает обобрать собственную компанию? В фильме это объясняется очень поверхностно, поэтому я уточню этот момент. Во-первых, дело в том, что предложение Липмана было единственным на рынке, и он воспользовался своим положением и заломил огромную комиссию. То есть его компания на этой сделке потеряет, а сам Липман заработает. Во-вторых, помните отрезок фильма, когда по стране поднимается волна невозвратов по ипотеке, но при этом ипотечные облигации мало того, что не теряют свой высокий рейтинг, так еще и растут в цене. Если мы не присвоим рейтинг, они уйдут в модис. В двух шагах это. Липман был прекрасно знаком со всей подноготной и знал, что рейтинговые агентства вынуждены присваивать ипотечным облигациям высокий ранг, иначе банки уйдут конкурентам. Это не будет продолжаться вечно, и цена облигации все равно рано или поздно рухнет. Но пока она будет рушиться, Айсман будет продолжать платить по своим свопам, а Липман будет продолжать загребать премию от своего банка. Кстати, в фильме во время встречи неправильно передан еще один ключевой момент. В реальности поставивших на понижение по совету Липмана было-то как раз таки гораздо больше, потому что, как я уже говорил ранее, его предложение было уникальным. Липман посвятил свою идею не меньше двух с половиной сотен крупных инвесторов во время личных встреч. И почти все эти инвесторы проникли с предложением и решили попробовать свои силы на рынке дефолтных свопов на низкокачественные облигации. Со всех этих свопов Липман заработал хорошие премии, при этом абсолютно ничем не рискуя. Особняком в этой игре на понижение стоит персонаж Майкла Бьюри. Ему единственному в фильме сохранили имя реального прототипа. По сюжету он как бы находится в вакууме и не контактирует с остальными действующими лицами. Так же дело обстояло и в реальной жизни. В фильме Бьюри критикует за то, что он поторопился и зашортил облигации намного раньше других. И это по сути то же самое, что допустить ошибку. В реальности Бьюри и вправду немного поторопился и начал ставить на понижение еще в 2005 году. У вас прекрасная стрижка, стриглись сами? У Бьюри и вправду был очень непростой характер. Он всегда чувствовал, что отличался от других людей. В два года у него развилась редкая форма рака и в результате он лишился левого глаза. Все свои неудачи в социализации Бьюри списывал на глаз. Но очевидно, что дело было не только в этом. Главной причиной был синдром Аспергера, при котором человек не способен верно интерпретировать невербальные сигналы других людей, из-за чего испытывает трудности в социальном взаимодействии. Как показано в фильме, в юности Бьюри пытался заниматься футболом. Но искусственный глаз то и дело выпадал, стоило ему столкнуться с игроками покрупнее. Поэтому он предпочел командному спорту плавание, которое не предполагало физических контактов. Бьюри привык все время проводить в одиночестве. К 30 годам у него за плечами был Калифорнийский университет и медицинская школа. Но за все это время у Бьюри ни с кем не складывалось прочных отношений. Однако жениться ему удалось дважды. Со второй женой вьетнамкой американского происхождения, с которой он до сих пор состоит в браке, Бьюри познакомился именно так, как показано в фильме. Как бы странно это не звучало. Во всяком случае, он сам так говорит. В моей анкете было указано, я студент медицинского факультета, у меня один глаз, странная манера общения и кредит за учебу на 145 тысяч. Она мне ответила, ты тот, кого я искала. Она имела в виду честность. Вообще, характер Бьюри и его история было очень достоверно и практически без ошибок передано в фильме. Дело в том, что сам Бьюри часто присутствовал на съемочной площадке и лично консультировал Бейла. Бейл даже прислал Бьюри свою одежду, чтобы тот выглядел максимально аутентично в кадре. За пять лет до начала событий фильма в 2000 году Бьюри основал хедж-фонд Cion Capital. Он успешно управлял фондом даже в период краха доткомов, зарабатывал прибыль для своих инвесторов и к концу 2004 года в распоряжении его компании было уже 600 миллионов. С 2005 года внимание Бьюри привлекли ипотечные облигации. Как и в фильме, он проанализировал текущее состояние рынка ипотечных займов, заметил образование пузыря и верно спрогнозировал его крах в 2007 году. Майкл Бьюри стал первым на рынке, кто купил свопы на низкокачественные ипотечные облигации. В тот момент на рынке этот инструмент практически отсутствовал. В пяти банках из семи, которые он обзвонил, вообще не поняли, о чем идет речь. Майкл Бьюри зашортил облигации на миллиард долларов, но это были не его деньги, а средства клиентов фонда. Как и в фильме, до момента, когда прогноз Бьюри реализовался, у его хедж-фонда начали возникать серьезные разногласия с инвесторами. Дело в том, что 2006 год был растущим для американской экономики. Индекс 500 крупнейших компаний вырос тогда почти на 16%, в то время как фонд Бьюри потерял 18%. Дело даже дошло до частичного отзыва денежных вложений. Но по итогу все сложилось хорошо. Бьюри заработал лично около 100 миллионов, а прибыль оставшихся с ним инвесторов составляла более 700 миллионов. Фонд Бьюри показал прибыль в 2007 году в 166%, в то время как S&P 500 вырос только на 5%. Возможно, многие в конце фильма неправильно поняли слова главного героя и решили, что он прекращает с игрой на бирже. Но на самом деле он просто временно закрыл хедж-фонд, потому что ему надоело слушать нытью инвесторов весь 2006 год. В 2013 году Бьюри решил возродить свой хедж-фонд, снова назвав его Сайон. Этим фондом он управляет до сих пор. Кстати, полгода назад Бьюри распродал почти все свои позиции и вышел в кэш. Посмотрим, сбудется ли его прогноз на этот раз. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. А также спасибо всем тем, кто поддерживал канал на пути к 100 тысячам подписчиков. Это цифра, друзья, наша с вами общая заслуга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова